Это сейчас Крит, звезда, завидный холостяк и по-настоящему крутой парень. Но ведь когда-то он был самым обычным пензенским мальчишкой Егором Булаткиным со своими капризами и юношеским максимализмом. Подтверждение тому, ранние посты музыкантов ВКонтакте. По ним можно сделать вывод, будущий рэпер часто прогуливал уроки русского языка, мечтал не о миллионах фанаток, а о большой и чистой любви, но, видимо, часто разочаровывался. В списке желаний значились новые кроссовки. Им посвятил аж пять постов, удивительно, что не песня. Интересно, какой марки они были. Ида Галич всегда отличалась блестящим чувством юмора. Она с завидным упорством шла к успеху, играла в КВН, снимала смешные войны и передачи, благодаря чему и стала популярной. Мы решили заглянуть на ее страничку и вот что обнаружили, Ида никогда не боялась одиночества, мечтала о жизни на Манхэттене и о бабочках в животе. Она также занималась пиаром курсовых работ в университете. Что тут сказать? Молодец, Эдончик. Федя Инцаров знатно нас повеселил. Мы даже задумались, а не тусовался ли он вместе с Джиганом в далеком 2008-м. Во-первых, в своих постах рэпер рассказывал, что в 22 года он стал дроздом. Во-вторых, сознавался в убийстве, ну а в-третьих, Федук уже тогда записывал диссы на Тимоти. Жаль только, что его оппонент тогда даже не догадывался о существовании конкурента. На тот момент у Тимура Эльдаровича были другие заботы, плакали небеса о любви и мечте. Последнее время новостей о Джигане так много, что мы просто не могли не заглянуть на его страничку. Кстати, рэпер до сих пор ее активно ведет. В 2008 году он приглашал всех красивых девчонок на отдельную анкету, видимо так он называл свою вторую страничку ВКонтакте. В 2010 Джиган сменил пластинку и превратился в примерного семьянина. Он регулярно стал признаваться в любви Оксане Самойловой. Жаль только, что все это оказалось фейком. В юности Натан был послушным мальчиком. Если мама говорила приходить домой в шесть, он слушался. Кроме того, у рэпера были очень странные развлечения с котом, ну или с котопсом, так он называл своего питомца. Помимо прочего мы узнали, что, судя по всему, Блэк Старовеце верил в инопланетян, совсем как Катя Лель, помните? Честно говоря, смысл некоторых его публикаций для нас так и остался загадкой. Кажется, на тот момент артист уже встретился с представителями других цивилизаций, и те через его соцсети пытались до нас донести что-то важное. У Александра Степанова тоже немало скелета в шкафу. Артист заявлял, что у него есть крылья и писал кулинарные заметки. Мы точно уверены, что на карантине стрит не дает соскучиться и проголодаться маленькой дочке и любимой жене. Матвей Мельников всегда был настоящим романтиком. Его ранние посты похожи на заметки из дневничка, которые девочки прячут под подушкой. Правда, последовательностью Мот не отличался, он то признавался дамам в любви, то писал, что нет женщин, нет слез. Чего только стоят его записи за 2010 год в период с 7 по 10 марта. Рэпер поздравлял девушек с праздником три дня, а вот 8 марта это сделать забыл, или это у него задумка была такая. Не совсем понятно, заинтриговал, Матвей. Текст, Таисия Ступина, фото, Инстаграм.